11 мая в немецком городе Аугсбург продолжила работу международная теоретика практическая конференция на тему Гейдар Алиев молодость мультикультурализм организованная по инициативе клуба молодых друзей Азербайджана Бакинский международный центр мультикультурализма и университетом Аугсбурга. Конференция была посвящена дню рождения Гейдара Алиева. Был заслужен доклад профессора историко-филологического факультета университета Аугсбурга Клауса Вольфа на тему Фридрих Рюкерд и Азербайджан. Профессор рассказал об интересе проживающего в 19 веке немецкого поэта Фридриха Рюкерда к восточной, в целом и в частности к азербайджанской литературе, о его переводах на немецкий язык Корана. Поэмы Низами Гянджавис Кендернааме подчеркнул, что поэт сыграл роль культурного моста между Азербайджаном и Германией. Директор Института фольклора Национальной Академии наук Азербайджана профессор Мухтар Иманов рассказал об отображении идеи толератности и мультикультурализма в азербайджанском фольклоре, напомнив о содержащихся в выписи Китабили-де-Кургут элементах межнациональной солидарности. Профессор упомянул, что в сказании о Кантуралы сцене Канлы-Куджа мультикультуральные идеи проходят стержнем по всему произведению. Профессор факультета тюркологии Майнского университета Хенрик Бушетен выступил с докладом на тему «Китабили-де-Кургут» и песен о небелонгах, опыт совместного анализа. Отражающий историю угостских церков эпос «Китабили-де-Кургут», являющийся одним из важных исторических и культурных наследий азербайджанского народа, вошедших в сокровищницу духовных богатств народов мира, как воплощение высших общечеловеческих ценностей, занимает особое место в истории мировой культуры и литературы. Этот эпос является произведением международного значения, служащим ярким примером древней, богатой культуры не только Азербайджана, но и всех тюркских народов. С интересом был встречен участниками конференции доклад студентки университета Аугсбурга Кристины Боссауэр Гройс на тему «Запад и Восток льва Нусимбаума». Участник из Болгарии, студент Софийского университета Момчел Шопов, раскрыл тему мультикультурализма в средневековой азербайджанской литературе. Момчел Шопов подчеркнул, что идеи мультикультурализма отражены в произведениях представителей средневековой классической азербайджанской поэзии Ассарам Тебрези, Гази Бурханаттина, Имадеттина Насиме, Шаха Исмаила Хатаи, Мухаммеда Физули. Затем был заслужен доклад председателя попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, академика Кямала Абдулаева, на тему «Литературно-художественные общественно-политические источники азербайджанского мультикультурализма». Академик подчеркнул, что проявление уважения к народам, принадлежащим к различным религиям, говорящим на разных языках. Демонстрации искренней дружбы и любви по отношению к ним занимают значимое место в творчестве наших классиков, поэтов средневековья, эпохи Возрождения, писателей-просветителей и демократов. Уважительное обращение в нашей поэзии к святым различных религий Ибрагиму, Мусе, Сулейману, Ягубу, Исе Масиху, Марьям, создание соответствующих метафор и эпитетов в восточной поэтике, связанной с их жизнью и поступками. Выражение бесконечного уважения к ученым других народов, литераторам, привлекает внимание как яркий пример мультикультуральной и толерантной атмосферы. Академик Ямал Абдулаев охарактеризовал изданную на трех языках книгу «Литературно-художественные источники азербайджанского мультикультурализма» как ценную энциклопедию для желающих ознакомиться и изучить мультикультуральные идеи, отраженные в нашей национальной литературе. Он заверил, что уже подготовленные в ближайшее время увидит свет очередные издания на эту тему. Мы участвуем в международной конференции, посвященной дню рождения общенационального лидера Гайдара Алиева. Здесь участвуют студенты из 17 стран, а также и делегации Азербайджана. Благодарен клубу молодых друзей Азербайджана, профессорам из университета Аусбрук. В течение двух дней мы расскажем участникам конференции о традициях мультикультурализма в Азербайджане и, конечно, об основателе этих традиций Гайдаре Алиеве. Итальянский независимый эксперт Андрея Каменчини в своем выступлении провел сравнительный анализ азербайджанской модели с европейской моделью мультикультурализма. Российский независимый исследователь Олег Кузнецов выступил на тему различий культурологического и аптопсихологического понятия социальных моделей мультикультурализма в Европе и в Азербайджане. В заключение секционного заседания члены клуба молодых друзей Азербайджана направили обращение к президенту Ильхаму Алиеву. В обращении говорится, мы, молодые друзья Азербайджана из различных стран мира, 10-11 мая 2017 года по своей инициативе привели в Германии, в городе Аугсбург конференцию на тему Гейдар Алиев, молодежь, мультикультурализм. Мы провели незабываемые дни, ближе узнали друг друга. Конференция, посвященная гениальной личности азербайджанского народа и политическому основоположнику мультикультурализма в вашей стране Гейдару Алиеву оставила в нас добрый, неизгладимый след. Я очень рад участвовать в этой конференции. Приношу свою благодарность академику Кямалу Абдулле за приглашение. Конференция носит важный характер. В первую очередь, потому как за эти два дня будет обсуждаться глубокий опыт Азербайджана в мультикультурализме. И, конечно, у нас будет возможность узнать больше об общенациональном лидере азербайджанского народа Кейдаре Алиеве. Я учусь в университете Лузафона на факультете кинематографии в Португалии. Я благодарен каждому инициатору этой конференции. Для таких студентов, как я, проведение этой конференции очень важно. Как мы уже знаем, Азербайджан – мультикультуральная страна. Тут проживают представители различных конференций и народов. Во время моего пребывания в Азербайджане и участия в зимней школе я убедился в том, что все мои многочисленные народы проживают в Азербайджане в мире и согласии. Азербайджан – в толерантности пример всему миру. И это я донесу до жителей своей страны. На церемонии официального закрытия конференции государственный советник Кямал Абдулаев, еще раз выразив глубокую признательность организаторам мероприятия, Клубу молодых друзей Азербайджана, Бакинскому международному центру мультикультурализма, Университету Аугсбурга, а также всем участникам этого международного мероприятия. Государственный советник отметил, что Азербайджан и впредь будет поддерживать реализацию интересных идей и предложений Клуба молодых друзей Азербайджана.